МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Еще больше качественной агротехники на Самарском заводе открыли новый производственный корпус. Подготовку к чемпионату мира озвучили на расширенной коллегии в прокуратуре. Какие задачи стоят перед ведомством на следующий год? Мир безответственных бездельников. В музее Алабина открылась выставка самарской художницы Галины Шемяковой. Еще одно крупное производство в Самаре. Российско-германское предприятие сельхозтехники увеличивает объемы поставок. Всего год потребовался, чтобы построить новый заводской корпус, в котором разместили самые современные оборудования. Предприятие выпускает машины для растений и водства по мировым стандартам и входит в пятерку ведущих российских поставщиков агротехники. Олег Зверев поинтересовался производственными планами. Свежая деталь только что из печки. На этом участке применяется самый современный в мире способ порошковой покраски деталей. Технология предусматривает несколько этапов. Тщательную мойку, фосфатирование, то есть нанесение защитного слоя, окрашивание и запекание в печи обжига. В Самаре на российско-германском предприятии сельхозтехники открыт новый производственный корпус. В торжественной церемонии принял участие губернатор Николай Меркушкин. Глава региона отметил, что завод сегодня входит в топ-5 ведущих поставщиков агротехники. Причем не только для России, но и для республик ближнего зарубежья. В целом по стране значительно выросла доля производства собственных машин, в том числе прицепных, в сельхозмашиностроении. Здесь импортозамещение в этой отрасли работает реально. Есть реальные результаты. Наша доля из 80 примерно миллиардов рублей по стране, это с Россельмашем, это с Кировским заводом в Питере и так далее, ну это гиганты, вы понимаете. Мы занимаем из 80 миллиардов 5 миллиардов только наше предприятие Евротехника. В 2016 году на заводе провели модернизацию производства, а в новом корпусе разместили цех покраски и доладили выпуск прицепных сельхозмашин. Это самые современные агрегаты для сберегающих и интенсивных технологий в растении и водстве. Машины не дешевые, но правительство страны субсидирует закупки. Самарский завод реализует свои проекты при поддержке Всероссийского фонда развития промышленности. Виден результат этой субсидии сразу же в росте производства, выплате налогов. Мы ощутили как министерство в прошлом году мощную поддержку губернаторского корпуса по развитию этой дальше субсидии и выделению дополнительного финансирования. И надо сказать, что первое письмо от первого губернатора, который мы получили, это было письмо Николая Ивановича, который первым поставил перед правительством просьбу задачи увеличить количество средств. Техника, проверенная временем. Самарские сельхозмашины закупают крупные агрохолдинги, для которых качество работы в поле – гарантии урожая. Для самого предприятия это гарантии стабильности. И для инвестора тоже. Германская страна инвестировала в модернизацию предприятия 200 миллионов рублей. И сегодня в России производят технику, которую раньше можно было купить только за рубежом. Все это в непростых экономических условиях. Впрочем, режим санкций никак не повлиял на решение акционеров расширять производство в России. Некоторые компоненты, которые поставлялись, совпадали по номеру с позициями в санкционных списках. Но для энергетического сектора там были проблемы, но вообще других примеров, которые попали бы под санкции, не было. В планах дальнейшее увеличение объемов производства. Но перед этим необходимо решить земельный вопрос. Нам еще надо помочь им с землей для того, чтобы расширять производство. Им не хватает сейчас земли. Мы уже два решения принимали в пользу их за эти 2-3 года. А сейчас еще одно срочное решение надо принять. И они могут еще удвоить, утроить объемы производства. А это значит, что доля отечественного машиностроения на российском рынке будет увеличиваться. А это качественная техника, прибыли, налоги и новые рабочие места. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Преступность в Самарской области снижается, а кражи и убийства стали раскрывать чаще. Об итогах работы за прошлый год отчитывается прокуратура Самарской области. Больше стали ловить взяточников и дали свободно вздохнуть предпринимателям. Количество проверок малого и среднего бизнеса сократилось на 8 тысяч. В этом году особое внимание прокуроры обратят и на сферу ЖКХ, и на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Какие еще задачи особенно актуальны сейчас, на расширенной коллегии областной прокуратуры услышала Марина Кравцова. Подготовка к чемпионату мира по футболу в приоритетах на 2017 год. В том числе и для прокуроров. Основные задачи для сотрудников надзорного ведомства были озвучены на расширенном заседании коллегии прокуратуры Самарской области. Так, особое внимание следует обратить на соблюдение законов при подготовке объектов к Мундиалю. Кроме того, необходимо пресекать создание и участие болельщиков в радикально настроенных фанатских организациях. Также в центре внимания сфера ЖКХ, установка тарифов и плата за коммунальные услуги, а также работа управляющих компаний. На них чаще всего и поступают жалобы от жителей. В прошлом году в сфере ЖКХ выявили больше 8 тысяч нарушений закона. Неслабеет контроль и за восстановлением прав обманутых дольщиков. В прошлом году квартиры получили больше тысячи семей. Еще 12 недостроев и 25 домов, не введенных в эксплуатацию, остаются на контроле прокуратуры. Предзадача постоянного мониторинга и соблюдения прав граждан, начиная с самых ранних предметов строительства и дуракированного дома, в ходе поведения его в эксплуатацию. Прокуратуре области принципиально важно обеспечить соблюдение законности при реализации по научным органам государственной власти мер поддержки отношений обманутых дольщиков. Реальные результаты есть и в сфере борьбы с коррупцией. В прошлом году таких преступлений выявили на 10% больше. Удалось привлечь к ответственности на четверть больше взяточников. Выявили 18 посредников во взятках. В 2015-м таких было только 11. Среди других приоритетных направлений работы прокуратуры это защита трудовых прав граждан, прав несовершеннолетних, а также детей-сирот и инвалидов. На что жалуются жители регионов прокуратуры и скольким удалось помочь? Подробный репортаж смотрите в наших следующих выпусках. Больше обращений, но меньше нарушений. Антимонопольная служба по Самарской области подвела итоги 2016 года. В сфере рекламы антимонопольный орган вынес штрафы на сумму более 2 миллионов рублей. В реестр недобросовестных поставщиков ведомство включило 42 организации. Это в два раза меньше, чем в 2015 году. В 2016-м в ведомство поступило почти 370 заявлений по поводу нарушений закона о защите конкуренции. Это число по сравнению с предыдущим годом подросло. Однако при этом нарушений по жалобам находятся значительно меньше. Так в разы сократилось число нарушений по статье «Недобросовестная конкуренция». Специалисты это связывают с введением системы так называемых предупреждений. Теперь при выявлении нарушений мы по многим статьям просто выдаем предупреждение, предупреждаем, не фиксируя сам факт. Мы говорим, что есть признаки, обратите на это внимание и примите меры. И если только лицо не понимая этого продолжает эти действия, тогда уже возбуждается дело, рассматривается, устанавливается факт нарушения, если он есть, и привлекается к ответственности. Далее коротко о других событиях дня. Движение общественного транспорта. Движение общественного транспорта в Самаре было парализовано на несколько часов. Вечером во вторник, 31 января, на улице Новосадовой, недалеко от главного корпуса бывшего госуниверситета, произошел дорожный инцидент. Тяжелая строительная машина, сдавая назад, протаранила бетонный столб с электрическими проводами. Несмотря на серьезную аварию, ремонтники ТТУ смогли восстановить движение трамваев в оба направления к 8 часам того же дня. Напомним, что подобный инцидент произошел в Самаре 19 января, когда самосвал на улице Ташкентской сбил кузовом трамвайную линию электропередач. В сети появилось видео со строительства улицы Арена-2018. Напомним, подготовительные работы начались в октябре прошлого года. Тогда рабочие удалили часть лесных насаждений и выровняли площадки под строительство, которое должно завершиться к концу 2017 года. Стоимость работ составляет 770 миллионов рублей. Длина улицы 2,5 километра. Арена-2018 будет иметь четырехполосную проезжую часть по две полосы в каждом направлении и разделительную полосу шириной 6 метров. Кроме того, там построят и два подземных пешеходных перехода, а также тоннель для велосипедистов. В этом году в Самарской области планируют сдать 8 проблемных долевок. Сегодня в областном реестре числится чуть более 3000 обманутых дольщиков. В прошлом году более тысячи человек решили, наконец, свой квартирный вопрос, благодаря тому, что были введены в эксплуатацию 8 проблемных ранее объектов. В этом году планируют достроить дома на заводском шоссе, улицах Тухачевского, Антонова-Овсеенко, Карбышева, Блюхера, Революционной и Тургенева. Всего же в Самаре сейчас 38 проблемных объектов. Самарцы назвали топ-5 самых пьющих профессий. По мнению участника вопроса, его возглавляют представители рабочих профессий – сантехники, грузчики, строители и дворники. На втором месте – врачи, на третьем – полиция и военные, на четвертом – начальники и топ-менеджеры. Замыкают пятерку работники творческих профессий – актеры, художники, певцы и дизайнеры. 13% опрошенных считают иначе. По их мнению, пристрастие к алкоголю никак не связано с профессией. «Мир безответственных бездельников» – необычная выставка с интригующим названием – открылась в музее Лабина. В экспозиции работы самарской художницы Галины Шемяковой с подробностями Юлия Черняева. Картина маслом, колоритные персонажи, загадочные девы, зарисовки из жизни, сны – все очень тонко и символично. Для самарской художницы Галины Шемяковой выставляться на публику непривычно и любопытно. Писать Галина Борисовна начала несколько лет назад. «Я не профессионал, любитель», – скромничает автор. Но за каждой работой – своя история. «Я помню, как в деревне девушка сидела и играла на аккордеоне. Тогда я не понимала, что это такое трофейный. И только позже я поняла, что кто-то из наших солдат или офицеров, возвращаясь из Германии, прихватил этот аккордеон. Вот вы видите, вот девушка с аккордеоном. А вот те самые знаменитые шарики. Моего возраста люди все помнят, это было одно из самых главных развлечений детей. Вот такие шарики цыгане продавали на резинках, их запускали». Мир безответственных бездельников каждый из гостей выставки открывает сам для себя. Открывает и примеряет, ищет свое место. «Я не художник, я не искусствовед, но я бы назвала это мистический реализм. Все, несмотря на волшебство, чудесность какую-то, воздушность, это очень реалистично. Вот как будто бы это про нас самих. Я и себя там узнавала в этих картинах». «Иногда так хочется побыть именно безответственным бездельником, ни за кого не отвечать, кроме себя. Вот что хочу, то и делаю. Мне кажется, что их надо смотреть, наверное, в одиночестве, чтобы никто не мешал, чтобы не следить за своими эмоциями на лице, а просто вот отдаться и посмотреть». В этом необычном мире нет чего-то грустного и плохого. Тридцать очень личных работ, которые хочется рассматривать ближе, узнавать себя – простого, безответственного бездельника. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Снести нельзя оставить. Улицы Самары избавляют от незаконных гаражей. Новокуйбышевский театр «Грань» порадует зрителей новыми спектаклями. Средства на постановки выделят из федерального бюджета в рамках проекта «Театр малых городов». Январю морозы, февралю метели. Чего ждать самарцам от последнего зимнего месяца? На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова